Ну что ж, друзья, всем снова привет! С вами Fall of Slone, с вами студия SLTV. И мы продолжаем наблюдать за оригинальными квалификациями на The International 2016. Друзья, кто еще не с нами, пишите им, пишите своим друзьям, пишите всем, потому что побольше-побольше хайпа нужно вокруг этой седвижухи. Это же International! Другому ничего не скажешь. TNC против Signature сейчас встречается в прошлой карте. К сожалению, Orange Trust, Orange Tarring, извините, проиграли четвертую свою игру и шансов на выход с группы у них по сути уже, да и нет, 4 в них вообще должно быть, 9 матчей, 4 проигрыша. Ну, я, честно говоря, не верю. Для тех, кто не знает, как проходит вообще турнир, какая система проведения этого всего, мы сейчас озвучим это все специально для вас. Вот не подгрузилась у меня статистика, да? Orange Trust, Orange Trust, где? Где у нас Orange Trust? Вот, третья игра. Ну, вот пока, пока еще почему-то у меня нет новой статистики, тогда мы закроем. Просто и откроем ростеры команд на эту игру. Сигнатор Dota 2 против TNC Pro Team. Вот. А пока я расскажу вам, пока я вам расскажу систему проведения. Для тех, кто не знает, есть группа. Это регион, допустим, все, которые вместе мы с вами сейчас смотрим. Там есть 10 команд. Они рубятся все в одном котле, скажем так. Играют каждый с каждым по круговой системе. Команды, которые занимают первое место в группе, получают прямой инвайт. Ну, не инвайт, прямую путевку, да, на The International 2016. Остальные 4 команды с 2 по 5 место переходят в стадию плей-оффа. Ну, а с 6 по 10 покидают оригинальные квалификации. Те, кто с 2 по 5 место, рубятся в плей-оффе по системе Double Illumination. И в итоге команда, которая выигрывает этот плей-офф, попадает на Wild Card. Уже приезжая непосредственно в Суэтл, на International. Да, они же там побывают, это уже неплохо. Рубятся там за еще один слов. Вот так вот выглядит в этом году система проведения оригинальных квалификаций. На наших экранах по-прежнему составы команд. Демон играет на суппорте. Куку, мидлейн, оффлейн. Сэм, Аша, Рэйвен, Кэрри. И Эййоу на суппорте. Команда Сигнатур, Траст. Аба, оффлейн. Джабс, Суппорт. Бумбел на суппорте. Мипро, мидлейн. И Лейклз на Кэрри. Ну, и я думаю, можно уже без каких-либо сомнений переходить непосредственно к пикам на эту игру. Немножечко не так все должно выглядеть. А вот именно вот так. Опа. Все. Все решается нажатием одной клавиши, друзья. Напомним, что с вами студия SLTV. Общаемся мы по хэштегу SLTV. В Твиттере, ВКонтакте. Пишите нам. Либо пишите мне, фолу в слон. Всегда рад общению. Всегда рад любым мнением. Не знаю, предложением. Ну, вот, короче, как-то так. А ладно, поехали. Earth Spirit, Dark Seer, Disruptor, Avenger Fall Spirit, Oracle. И какой-то третий пик сейчас залетит от TNC. Ну, вот, Disruptor, Earth Spirit, это уже интересно. Dark Seer плюс еще видели мы Dark Seer в прошлой игре. Неплохо исполнили на нем флатики. В итоге выиграли эту игру. Были шансы, минимальные были у тайлингов шансы как-то затащить эту игру. Подраться в узком проходе. Законтролить Муша на Медузе, да, Медвана. Но, к сожалению, у них это не получилось. Потому что хороший контроль был от фнатиков. DJ врывался с Дайгера, давал там хиксы сетки по Яматеху на Думе. Ну, в общем, шансов у них было мало. Но это было в прошлом. Мы перейдем сейчас именно к этой игре. Сигнатур Tota 2 против TNC Pro Team. Tidehunter третьим пиком в оффлейн от TNC. Давно я не видел тайдуху. Но, в принципе, вообще давно я не комментировал Tota. Че я уж там, да, о чем я буду говорить. Немножко кейсика была в моей жизни. Есть грешок, но поехали дальше. Четвертый пик от Сигнатур. Четвертый пик от Сигнатур. Нужен керри, нужен миди сейчас этой команде. Ромиш и Эрспирь четвертой позиции. Дисраптор пятой позиции. Драксир в оффлейне. Ну, а тут Винга, Оракл. Tidehunter. В принципе, вот не хватает миди, райкерри. Что одной, что второй команде. Кого сюда до... Тимберсоум мид от Сигнатур. Вот за этим я понаблюдал. Это очень интересно. Потому что... Дисраптор, опять-таки, Дисраптор у них сейчас. Тимберсоу есть. Ну, да, Дисраптор очень хорошо контрит Тимберсоу. Во-первых, когда он там на Тимберчене улетает, он его глимсует. Без проблем его можно убивать. И своим статиклинком закрывается он в Кинетик Филд. Статиклинк. И в итоге Тимберсоу не дает раскаст. Он просто погибает под ультимейтом Дисраптора. Ну, в принципе, много кто погибает под ультимейтом Дисраптора. Это такая... Одна из... Один из героев, который погибает под этим ультимейтом. И один из героев, который контрит этого героя. Ой, чё-то я сложно вообще закрутил. Ладно, поехали. Четвертый пик от TNC. Tidehunter. Но есть инициация. Есть быстрая агрессия. Да, там есть подсейв от Оракла, подсейв от Венжи Фолл Спирита за счет ее свапа. Вейв оф Террор, который дает минус арморда. Останчики. Ну, в принципе, инициировать тоже. Ну, есть, есть чего. Так же, как у Сигнатур. Дота 2. Состава. Хорошо. Хорошо, хорошо, либо не было плохо. Что же еще можно добрать сейчас под Tidehunter, под эту всю движуху? Вот по банам. Минус Войд, минус Бестмастер, минус Террор Блейд, Джиггернаут, Виспа. Корова с канистрой. Вот, называют этого героя, который носит имя Элдер Титан еще и так. Минус Алхимик и минус Леон. Вот так вот выглядят баны. Есть еще Лайфсиллер, который, в принципе, неплохо залетает сейчас в команде TNC. Под Tidehunter, да, если говорить о инфест-бомбе, там, и Оракл его нормально. Сейвай, на Оракл всех, в принципе, нормально. Сейвай, темплор Ассасин в мидлейн от команды TNC. Хо-хо-хо. Но, мобильность пика довольно-таки серьезная сейчас у TNC. Даггер должен быть у Tidehunter, даггер должен быть у Templar, вот же Fall Speed там свапы. То есть цеплять будет чем, опять-таки, то, о чем я сказал уже буквально, там, секунд 30-40 назад, может быть, даже чуть больше, что цеплять есть чем, есть чем убивать. Но вот, 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 что-то как-то... Кого добирать просто в кэри, опять-таки, Lifestiller, да, минус Лордар. Хорошее решение, потому что если там, вообще, Лордар был бы с даггером сейчас, то это вообще было бы КГВП. Минус Лордар. Бан сейчас от TNC, тоже кого-то нужно банить, кто-то там нормально будет. Гирокоптер может нормально заливать, кстати, вот эту всю движуху, стенка-стяжка, дисраптор ложит ультимейт, гирокоптер коллдаун настреливает там тоже хорошо. Джиггернаут в бане, Алхимик в бане, ну, Гуля, Сларк еще, да, вот. Ну, нужно брать Lifestiller, а почему не брать Lifestiller, если он не в бане? Lifestiller хорош, Мидван в прошлой игре показал, что Lifestiller очень хороший даже. Не то, что хороший, прям супер-супер хорош. Покупаешь там, ну, аромлет-дезолятор, эхо-сейбер, и ты уже просто подходишь и разваливаешь кабинет своему оппоненту. Порядка 30 секунд остается сейчас у TNC для того, чтобы сделать свой последний выбор, выбор в мейнкере героя. На кого же упадет роль? Сейчас мы вместе с вами и посмотрим. Кто же это будет? Антимаг. Ну, почему бы и нет? В принципе, в четвером могут играть TNC до того момента, пока антимаг вынесет себе артефакты. Но не стоит забывать о антимаге, который в последнее время стал появляться, да, там, через Vanguard быстро, и давай идти сразу драться. Он качает Макси себе моно-брейк, вносит много демажа, выжигает много маны непосредственно и в итоге убивает своих оппонентов. Антимаг под Тимберсоу, под Дисраптора, там, нормально, да, у Дарксира будет много маны, так что антимагу будет с кем здесь попадаться. Единственное, что, как ему будут давать это делать? Ну, и Тимберсоу так себе будет вносить ему там демажа, да, за счет... Ну, да, магический демаж, порт демаж. Ну, вот, хз даже, как он ему там будет вырезать. И ласт пик от Сигнатур, порядка минуты у них есть еще. Опять-таки, не знаю, почему я так примкнул свое внимание к Лайфстилеру, заходит он что в одну, что во вторую команду. Ну, о Герокоптере еще не стоит забывать, да. А вообще, кем играет Сигнатура, вот мне интересно стало, на секундочку тогда. У нас должна быть такая статистика, в принципе. Вот здесь она должна вылететь. Есть, есть Жиггернау, ДК, есть Элдор Титан. Ну, банили Элдор Титана, не зря против них Тарваном, это статистика по Интернешнл. Но берут они, друзья, вы не поверите кого, они берут Троля. Вот так вот. Интересно, что тут скажешь. Тролль, еще сюда не хватает какого-то снайпера. И поехали бить кабинетом. Но снайпера здесь не будет, есть Тролль, который будет фармящий. У нас Тимберсоу в мид-лейн должен стоять, Дисраптор вместе с Эрдспирит. Там будут с упортом, Эрдспирит будет ромящий, будет выходить в мидл, помогать Тимберсоу, Дарксир в оффлейне. Ну и тут, в принципе, тоже более-менее все понятно по лайнапам. Антимаг фармит, Оракл ему постоянно помогает. Винга там тоже четвертая позиция, что-то где-то бегает кого-то. Ну, кстати, вот ромящий Оракл, мне больше верится, чем Винджи Фуллспирит, кстати. Вот, летает Хантер в оффлейне, Тимберсоу в миду. Все просто. Выглядит все просто, как, я не знаю, как дверь. Настолько просто, да. Но как это все будет в исполнении, очень часто я говорю эту фразу, что напикать героев это хорошо. Напикать героев можно. Почему бы их не напикать, да, если у вас есть такая возможность. Ну, в основном, там могут что-то поломать, какие-то планы, потому что банят. Ну вот, просятся ввести, ребята. Отойдут. Но пока они отойдут, мы можем представить команды в очередной раз, да. Скажите, кто на ком играет. Демон будет играть на Винджи Фуллспирит. Оракл достается. Эйоу. Винджи Фулл. Темплар Ассасин. Ку-ку. Тайт Хантер. Сэм Аш. И Рейвен будет играть на Антимаги. Это команда ТНС. Касательно команды Сигнатур. Лейкелс. Лейкелс. Будут играть на Тралия. Джабс. Эор Спирит. Дарксир. Достается Абби. Бумбил на Дисрапторе. И герой под названием Тимберсоу будет управляться игроком Майпро. Вот так вот все. Вот так вот все просто. Ничего сложного вообще, друзья. Но пока пауза. Он там дисконнектнулся. О чем можно еще поговорить? Можно поговорить о многом. Можно поговорить о интернешнале. Квалификациях. Да, друзья. Там параллельно на канале Старладер 1 идет трансляция европейского региона. Вы можете включать мультитвич. Прекрасный. Прекрасный сервис для просмотра сразу нескольких игр. Присоединяйтесь к парням. Там Фивер вместе с Баффиком. Разрывают. Разрывают все. Интересные игры. Alliance сыграли. Я вот спускался вниз, спускался к ним в студию. Что-то там дураки, пальцы, перевороты. Ну, в общем, весело-весело тоже интересно. Напомню, что мы общаемся по хэштегу SLTV в Твиттере и ВКонтакте. Также пишем в наши Твиттеры. Пишите мне, пишите Касперу, пишите Фиверу, пишите всем в студии аналитики. Ну, короче. Кому можете, кому хотите, тому и пишите. Я думаю, все у нас, друзья, очень приветливые. И все всем будут отвечать. Гоу-гоу-гоу, пишет демоны. Мы можем продолжать нашу игру. Счет пока 0-0. Полторы минуты до старта. До того, как раздастся. Горн. Гонг. И Эрспири сразу же поехал вардить. Все правильно. Почему бы не повардить, если у тебя есть такая возможность. Пошел, прогулялся на хайграунд. Джаб все правильно делает. Словил информацию. А тут смоук, выход от команды TNC. Все равно не двигаются. Эй, йоу. Впереди планета всей. Будет Калл отцеплять. Ну, Эрспири-то можно, в принципе, подловить. Но у него там уже есть такая вот способность. Да? Роллинг Болдер. Уходить может. Так, здесь. Эй, йоу. Уже накручивает, зацепили. Сейчас Майпро, Майпро на Тиммерчей не уходит. Но курицу-то убивает. Вот это, конечно, ошибка от сигнатур. Зачем бы мне туда привели курицу, вообще непонятно. Ладно, поехали дальше. Дальше пойдут гулять по вражеским лесам. Антимаг пойдет забирать с Блинг Дайгера. Возможно. Руна на ботом линии. Топ линия. Точнее, топ руна. Отходит. В любом случае Тинси. Для чего они там не смогут сделать. Хороший вард, который контролирует очень много. Который контролирует подходы здесь, выходы, да. Который вот здесь выходы контролирует. Но, ну вот, тут слишком много информации. Ну, то есть, выходить будут сигнатуры. И они будут знать, находится ли кто-то в спине здесь у Тайтхантера. Можно ли выходить. Или, там, когда ты его просто гонишь под Тирадин. Можешь заходить под Тавр. Да, если у тебя есть такая возможность. То ты будешь видеть. Можно или нельзя. Будет ли прыгать Антимаг сейчас за руной. Хороший вопрос. Антимаг. Антимаг. Одна секунда. Антимаг. Подходит. И Тимберсов забирает себе руну. Темплара Ассасин на топе забрала руну. В принципе, разошлись миром, ребята. Ну, единственное, что потеряли курицу сейчас сигнатура. Но, очень большой роли это не сыграет. Потому что до ее восстановления остается всего лишь минута. Бутылка там прилетит там уже к Тимберу. Она накапает у него бабулетики, да. И будет все хорошо. Демон. Будет ли Девардить? У Демона нет Сентряков. Так что Варды будут... А, вот здесь поставили Сентряк. Думали, что здесь будет на этом солнышке руна. Но нет. Вот на этом. Но, печальненько. Ладно, давайте по ланапам пройдемся. Сейчас уже Майпро вместе с Джабсом будут стоять в Медлэне. Ну как, Джабс будет где-то ромить, где-то бегать. И так же будет делать и Демон. Два ромящих суппорта таких будут там находят Дарксир себя. Лиса. Ой, как печально, да. Что ты сделаешь? Ну вот, немножко. Совсем немножко. Грызет он там талоном деревья. Но у него ничего не получится. Дарксир будет стоять в лесах. Отдает он из линии полностью. Антимагу. Кстати, можно было бы пойти пободаться с этим антимагом. Потому что под шелдами, насколько я знаю, насколько мне не изменяет память ему стоять такси. Потому что это милишный герой. Но на топе будет Абумбил вместе с Лейклзом стоять. Фармить. И эту из линию. И Тайтхантер попытаться им как-то помешать. Но там нормально уже Тайтхантер наполучал. Нет, у него еще Кракеншелла. Антирсмеш у него есть. Первого уровня. Джабс заходит. Отгоняет его от крипов. Не дает ему что-то там фармить через талон. Ну, в позиционном смысле. В смысле, Сигнатур пока выигрывает. Так, Станчик залетает по Майпро. Неплохо. Но Джабс уже здесь. Ну, а когда ему же влетает в Куку. Но Куку уходит. 150 кп у него осталось. Солочка на него юзает. Или он юзает. Я уже не заметил. В итоге выживает. Ну, вот был неплохой выход на Майпро. Но вовремя залетел Джабс. И в итоге перевернул этот выход. И в итоге выход получился на Куку. На руне встречается сейчас. Но Демон не пошел до конца. В итоге его закрывает Критик Филд. Но Глинса нет. Его никак не вернешь. Там демидж демиджа ему только наплюют. Джабс под инвизом. А нет, у него рулинга. И в итоге Демон уходит отсюда. Без каких-либо проблем. Ну, как бы проблемки есть. Под хп его размяли. Да, размяли довольно-таки неплохо. Но все равно Демон выживает. Народ готова общаться. Пишут в чате. Все правильно. Пишите в чате, друзья. Давайте общаться в чате. Давайте общаться по хэштегу SLTV. По хэштегу TI6. Дарксир умер от крипов. Не знаю, может это был быстрый ТП домой. Тоже, в принципе, вариант. Но слишком много денег у него на кармане для ТП домой. Прилетает Аба сейчас в мид. Джабс тоже здесь находится. Возможно, попытается сделать какую-то агрессию. Сейчас на Templar Assassin. А саловичка, я знаю, это уже Майпро. И будет здесь хилиться. Будет жить. Но Куку неплохо его простреливает. Дэмэдж у него там достаточно. Сколько на втором уровне? Аэрофракшн дает чисто плюс 40 дэмэдж. Нормально. Почему нет? По крем-стату дела. 22. У Рэйвена Лейклз 20. Плюс-минус ровненько идут ребята. Ничего прям такого нереального. Аквилл сейчас купит себе Тролина. Должен там уже себе... Нет, еще не купил бот. Он идет только сейчас к Нимберсоу. Не купил он еще рецепт себе на Bryce-бэнд. На ботом линии. Джабса находят. Джабса стирают. Оракл вместе с Фэнджи Фолл Спирит и Рэйвеном. И вот первый ассист для антимага. Первый плюс. Дополнительные деньги для него есть. И возможно он сейчас уже там вот так. Ворвается он на 200 голды. Вперед по Нэтворсу. От Тролины. Ну, это не критично. Но если он дальше будет такими делами грязными заниматься. И Джабс будет где-то подгуливать. То это будет печально уже. Кстати, непонятно. Да, вот опять-таки для меня решение. Почему Драксир просто смещается в лес. Почему он не напрягает как-то там антимага. Да, там есть Венгат. Там есть Уракл. Согласен, что будет сложно против них стоять. Но в любом случае можно было просто стоять где-то под Таваром. Откидывать какие-то шилды. Как-то там получать денежки. Может быть, как-то получать и экспириенс. Бумбил. Под дабл дэмэджем. Накидывает по Сэму. С конакой играл. Ты что? Как иншил на тебя. Говорит брат. Не. Минус 50% дэмэджа. Так. Ну, что? Здесь Джабс вместе с Абой. На Джабса. Уже есть. Шилд. Ой, как больно. Майпро. Как же больно Майпро. Да ладно, будет и какой-то врыв. Все знают, есть врыв на Куку. Закрывает его в Тетикфилд. Но Майпро слишком мало хп. Ооо. Ну, Куку погибает. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватило. 70 хп нужно. Ну, один удар. Один удар темп ларки. В итоге погибал бы там Майпро. Но в итоге толпа с команды Сигнатур забирает. Минира. Команды. ТНС. И сейчас становится 1-1. Ну, 500 голды. 500 голды довольно-таки немало. В плюс для команды. Ну, пятая минута. Счет 1-1. Рейн тебя поет 6-й уровень. 6-го у Тролина еще нет. Ну, вот после этой пачки в теории должен появляться 6-й уровень. Сейчас у Троля. Ну, здесь Сэм. Приходит Сэм сразу же получать. Плохой рассказ. Сэма должны закрывать. Да, Сэма закрывать в любом случае. Сэм. Сэм пока живет. Остается у него 400 хп. Сэм. До конца. Кракен. Работает, да? Работает. Кракен, конечно же, остается у него 120 хп. И в итоге уходит отсюда Сэмаш. Ну, Джабса не хватало. На самом деле, если бы Джаз влетел на Роллинге, то было бы печально. Все для оффлайнера команды ТИНС. Ну, Сэм просто уходит. Сейчас дэмэж он фитует довольно-таки немало. Просто идет фармить леса. Демон. Как дела у демона? ПТК убил себе уже тем временем антимака. А демон... Демон в мид хочет выйти. Не хотят убить этого Майпро. Потому что, ну, Майпро довольно-таки сильно проседает. Он пойдет сейчас за руной. Туда потянется демон вместе с Тэмпларкой. Вейвов террор уже продули. Ну, это Вейвов террор залетел вот сюда, да, на отводик. Майпро забирает баунти руну. Так. Дарксир уже с арканами, с талоном. Возможно, ну, я не знаю, тут какие-то стаки поделать. Вот здесь стаки неплохие. Здесь стаки для Тимберсу, для Тайтхантера делаются вообще отлично. И Тайтхантер чуть-чуть попозже пойдет их зафармить, купит себе Блингдайкер. Стаки для Тарксира я вот пока не вижу нигде, да, вот даже в этих лесах. Но было бы, было бы поприятнее намного. Дистраптор зачем-то смещается сейчас на болтовлении. Ну, понятное дело, зачем? Получить какой-то экспириенс, возможно, да. Вот он сейчас пройдет по лесам, погуляет, получает какой-то экспириенс. Может быть, попробуй поднапрягать Рэйвена, но это так себе идея, потому что выйдет Оракл и в итоге тебя просто развалит. В миддл полетит сейчас Аб, Аба, Смоук, они прожимают и... Единственный вопрос, куда они пойдут под этими Смаками. Так, Акрилла Фейзы здесь уже есть, там ПТ, Ринг оф Хеллз. Ну, у антимага все просто отлично. У него нереальный фрифар на седьмой минуте, у него 61 крип. Ну, Рэйвену тут никто не мешает. Понятное дело, так, под Смаками Джабс вместе с Абой, но они что-то далеко, они сейчас заходят, находят здесь Ку-Ку. Сурс, Сурс, убить курицу. Нет, выход на Ку-Ку, здесь есть сейф ТП, а уже сейчас Ку-Ку нужно быстро сильно разминать с Ку-Ку. Мало хит-польца остается, но его... И ее саевает до конца за Ку-Ку. Шелдон пытается Аба его сжечь. Аба, много демонов же получает, Аба прилетает сюда и демон, но все-таки темпларка. Темпларка погибает. Майпро на конца за Эйо, Майпро. Тимберчейна прыгает, не попадает по Эйо, Эйо здесь выживает. Майпро слишком мало КП, а ультимейтом закидывает сейчас на Эйо, Эйо погибает. В итоге размен 2 в 2, сейчас мидия получается с Тимберчейна, дальше уходит Майпро, демон пытается его догнать, дать ему станчик, но пока это у него не получается. И вот Майпро, здесь есть смысл подумать о том, чтобы отойти. Шоуфайт рекап, вот так вот, ну, да, потеряли оффлейнера суппорта, тут мидер суппорт. Вот, плюс-минус дака ровная, но вот то, что второй раз погибает темпларка, это очень печально для ТНС. Очень и очень печально. Тимберсон начинает набирать, есть у него там один фраг, да, на смерть, ну, Арканке он себе купил. Троллю также никто, в принципе, не мешает, купил он себе уже Морбид Маск. Скоро будет уже такая прекрасная штука. Ой, мне не нравится только, что Бумбел здесь гуляет спокойно так себя, безнаказанно пока, да. Да, Рейвен его, в принципе, может пойти развалить, но там есть глимс, глимс третьего уровня, так что шансов мало. У Рейвена его могут просто глимснуть. Так вот, будет скоро уже Доминатор, есть уже Доминатор. У Плейкелза, пока мы отвлеклись на Дисраптора вместе с Рейвеном. Темпларка. Темпларка появляется только в ПТ у него сейчас, а Блайтстоун есть, будет Рейвен покупать, понятное дело. Тимберсоу. Ну, Тимберсоу артефактов пока новые не помещаются, не намечаются, да. Клеймор, антимага. Ну, по сути, ему там 1600, 1500, порядка 1500 осталось Рейвену до покупки прекрасного артефакта. Боттл Фьюри, ну, для этого героя так точно, это прекрасный артефакт, потому что портал, он превращается в фармашину, он просто летает везде. Мне вот интересно, сколько у него крипов будет на 10-й минуте. 30 секунд еще остается, сейчас 81 крип, но ситуация по крипталу у него более чем отличная. Да, и, в принципе, Лейклзоу тоже довольно-таки неплохо стоит, ему, по сути, там никто не мешает. Как-то там когда-то выходит только этот Сэм Аш, что-то пытается с ним сделать, но у него это не получается. Хедреску уже купил себе Тайтхантер, будет выходить в механизмы. В принципе, не знаю, может был смысл выйти в быстрый даггер. Ну, здесь Тимбларка, по идее, зафармила, да, вот эту всю дищу, которую стакали, я думал, что это будет фармить Тайтхантер. Но так как у Тимбларки денег очень-очень мало, приходится отдавать это мигеру своей команды. Ну, окей. Просто проблема в том, что Тайтхантеру, если он будет заходить не с даггера, могут просто банально не дать раскостаться. Потому что есть Бумбел, есть Бумбел с статик-штормом, который... Ну, заходит Тайтхантер, на него ложится статик-шторм, закрывает его кинетик филдом, в итоге он погибает. Будут пытаться сейчас убить Рейвена. Удастся ли им это сделать, откроется ли Рейвен, Рейвен понимает, что нет никого на карте и... Нужно прятаться, нужно прятаться в лесах, но вот сейчас он может подставиться, он может пойти фармить крипов. Рейвен, Рейвен. Вот это напряженный момент, ты такой стоишь в лесу, и что делать? Так. Находят Рейвена, закрывают, да, есть санас по Рейвену, ну, а дальше что? Ну, ну, дальше вот так вот. Проблема в том, что кинетик филд-то уже закончился, он просто уходит с глинкаута. А здесь уже и ее подтягиваются, еще ее подсевали, но не очень удачно все сделали сейчас ребят с команды Сигнатур. Не потеряли ультимейт, да, там, который крадешится будет еще 70 секунд, и ультимейт очень важный для них. Сейчас можно хватать на Абу, да, Аба, там нормально поседать, закрывают кинетик филдом. Вот, сейчас ДНС, после того, как потеряли статик Шторм, ребят с команды Сигнатур могут начинать как-то агрессивно играть. Причем очень агрессивно. Ну, там, минуту, да, вот они могут пойти там запушить какой-то тавер, но Рейвен просто фармит, Рейвен дальше фармит, ему остается 600 голды до покупки Браудсворда, и непосредственно до апгрейда вот этих всех трех артефактов в Блэйдфюре. Баттлфюре. Блэйдфюре это немножко не то. Нет, это немножко спелл. Лейклс, 600 голды у него сверху, что-то он себе везет, везет он себя вот такую штуку, будет покупать Сию, насколько я понимаю, сейчас тролль Фуарлот. Так. Глимсует, глимсует неплохо, должны убивать здесь Оракл, но Оракл заимает себя, Оракл пока живет, неплохой обложник, там Войен вылетает, но там и Сэма, Сэма есть Рейвен, не нужно драться, здесь узко проходить к команде Сигнатуры, они это прекрасно понимают, они не идут до конца, давай открываем Нетворс и уже там. Так, свап, есть от венги по Бумбилу, Бумбил пока живет до конца, ой, какой хороший сайлос по Сэму, но Бумбил рассыпался, булыжник по двоим, Майпро пытается уйти, но не цепляет. Майпро должен здесь погибать, в любом случае, да, это минус Майпро. Темплар, ассасин забирает себе этот фраг, 5-3 счет, вот, вот как-то, как-то непонятно сделали Сигнатур, ну, был, или вот только закончился колдаун, кстати, к шторме. Я понимаю, что они заходят в узкий проход, что там выходит Тайтхантер, такой хладнокровный, на бок, да, он вываливается. Он может, значит, сейчас рывагу, и нужно вам просто развалить кабинеты. Они вот на секунду вроде это и поняли. Они отходят, они отходят в проход еще поуже, вот сюда, но все равно глимсует оппонента, начинает его бить, и у них не хватает демажа, в итоге они там погибают. Ну, я не знаю. Стоило все-таки воздержаться от драки там, ребятам. Да, узкий проход, это тоже их, как бы, место для драки, но с ультимейта вот этого товарища, да, там должен быть и Тролина, который раскидает топор для мясов, там должен быть и, как бы, Дарксир со стенкой и стяжкой. Дарксир-то вроде был, но стенки и стяжки мы не увидели, да и смысла от нее не было, потому что после стяжки и стенки сразу же последовала вот такая штука, как рывага прыгает, Майпро до конца, но, эй, ёси, нашли летает, шапс, рывага влетает, неплохо в трык. Дальше бытие, бытие, Майпро в террор залетает, поздно, поздно, поздно дают ультимейт сейчас Дисраптор, но это уже не важно, взрываются два героя команды ТНС, также разрывает и Ванжи Фоллспирит, минус три восполнение сигнатур, хорошо ворвался Майпро, да, был ревеш, был неплохой ревеш от Тайтхантера по троим, но проблема в том, что после того, как он дал эту рывагу, ДПС-то никто не вносил, стояло три героя под станом, но никого не было поблизости. И вот такие троллина, после того, как они сделали три фрага, сейчас просто пойдет под ультимейтом, убьет этого Рошана. Ну а почему нет? Инвиз. Ну, вообще, отлично, Майпро сейчас под Инвизом, но тут демо же просто нереально влетает от этого Рошана, Рошан просто не выходит с Паша. Прожимал ультимейт тролль, да, тролль прожил ультимейт, все хорошо, Рошан упал у тролля, будет сейчас еще Эггис, но я думаю, а Эггис должен все-таки забирать тролль. О, Сэм заходит сюда, Сэм может сделать ошибку, Сэм уже сделал ошибку, то, что он зашел сюда и не могу понять, зачем Саба там неплохо просел, но Саба живет, Аба, Аба, Саба. Сэм очень долго живет, но до конца он не выживет, понятное дело, там накидает, что-то демиджит демона, 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 пытается убить, прыгает неплохо сейчас Майпро, демон здесь погибает в любом случае, погоня дальше идет сейчас за Эййоу, Эййоу, здесь не желез, но будет он пытаться, возможно, ты пал сделать, но вот так вот, друг, вот так вот, купил он себе три топешки сразу, чтобы денег не потерять, все правильно, в принципе, сделал, но это самое лучшее решение, которое он мог делать, чтобы не потерять денег. Ну вот вам Fight Recap, это по последнему фрагу, опять флайом отдаются Тинси, непонятно зачем, непонятно почему, открываем графики, графики на лейте, Тинси лидировали там почти на 3000, но вот такие сейчас около 1000 преимущества по деньгам у команды Сигнатур, ну и вот по экспертенции тоже смещается в их пользу. Ну вот Тролль, нереальная машина для убийства, есть у него Яша, по сути, есть у него уже Сия, а 2500 у него есть сверху, да, купил он себе сейчас еще Сенша, вот такие будут разваливать кабинеты еще и еще сильнее, только 16 минуты, друзья, на секундочку, а вот Антимаг, который купил себе БФ-ку, он не может сейчас драться, да, то есть у него там 980 хп, у Троля, сколько, у Троля 1100, но он как бы с Владимиром, ой, с Владимиром, извините, с Доминатором, и он как бы живет подольше, живет получше. Это же Тролль, плюс Аба есть, которая там даст механизм, а здесь механизм, механизм еще не собран, да, то есть есть Бакли, Рейс, Хедреска, не хватает 700 голды на покупку, если я не ошибаюсь, 700 же, да, да, 700 голды не хватает на покупку рецепта, но вот как-то так все и выглядит сейчас, друзья. Печально для ТНС, но не настолько печально, как это было для Тайлинг в прошлой игре, потому что у них там вообще скайпа было мало, здесь Антимаг, который, в принципе, фармит, да, и Тамплар Асасин, который уже с Блингдаггером будет фармить теперь сейчас Дезолятор. После Дезолятора залетает какой-то Дайдалус, и она влетает, и Дисраптор выключается очень быстро, и Эрспирит выключается тоже довольно-таки быстро. Под смоками сейчас втроем Аба, Бумбел и Джамс отправляются куда-то вот, куда-то вот, вот куда-то вот отправляются, они будут, возможно, баки как-то на Майпро, Майпро находится очень близко к ним. На топе собирается команда Тинси для того, чтобы запушить Тир-1 Тавр. Там, 700 КП стоит у Тавра, и вот в спину будут заходить сейчас Сигнатуры, но втроем им драться там вообще не вариант, именно для этого туда уже летит Тролль, Тролль, будет гнать Куку, уходит в Инвиз, а за Куку ты как-то никак не погонишься, ну вот, ой, вовремя он уходит, но здесь уже есть тычка Дема, слишком много КП теряет, минус Дема, уже! И дальше нужно Куку там как-то находить, но никак ты его не отдадёшь, потому что он уже сделал ТП-аут, блин, Даггер есть у Троля, это нереально мобильный пик, сейчас у Сигнатур, ну, Тимбер Чейна, Тимбер Сол, Тролль, прыгает, блин, Даггера, ну, там, глимсы всякие, суржи, Даггер очень скоро купит себе ещё Дарксир, ну, вот, чем-то напоминает мне пик Фнатик, да, когда они влетали, там, диджи из Даггера, тот, тот, тот с Даггера, тот ещё с чего-то, тот в Инфесте находится, так, прыгает, Тролль, о-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о-о, вот это, конечно, фейл Ну, вот, должен благодарить сейчас Деревья, игрок, команды, Тин Си, под ником Эй Йоу, потому что они ему реально спасли жизнь, так, потому что Бумбил опять агрессивно что-то делает один, военно в Террол он уже получает, в принципе, могли его и свапнуть сейчас, но Демон может подставиться, Демон, Демон, глимсует Демона, Демон здесь погиб, но без шанса для Демона, Демон вырезает ещё Деревья, это минус Демон, уже будет подойти до Терролла Тавра сейчас на Топ-лини от команды Сигнатур, ну, Тин Си, открываем графики, 2000 преимуществ от Сигнатур, по деньгам, да, у Тин Си преимущество по Экспириенсу тоже 2000, но это экономическое преимущество, если говорить по игровому преимуществу, то она просто нереальна сейчас у Тин Си, они просто могут брать и разваливать кабинет, потому что они не могут драться, а вот ребята с команды Тин Си не могут, потому что у них есть антимаг, антимаг, ну да, купил он себе Владимир, но чуть получше вот здесь ситуация с выживаемостью у него стала, но пока не то, что должно быть, Дабл Дэмэдж находит на топе, потом руну забирает Тэмплар Ассасин, это Баунти, есть первый у Митерал Хаммера, остаётся 700 голды до покупки, 740, хорошо, до покупки второго Митерал Хаммера, и это будет Дайдаус, это изолятор, что же их постоянно не путаю, а как-то, короче, да, ну Дайдаус должен тоже, в принципе, в теории появляться у неё после изолятора, это нереальный ДПС, ДПС в исполнении Тэмплар Ассасин. Ну и собирается, ребята, сейчас вчетвером в миде, там Тролина под Дабл Дэмэджем, ещё половина времени осталось в действии этой руны, и может Демон сейчас пооставится прыгать, но Статик по Демону-то залетает, и Демон будет пытаться кого-то бить дальше, топоры, Цапс, Цапс, Джапс, Будет ли влетать? Джапс пока не влетает, не, Джапс летает сейчас на Демона, Демона мало ХП, остаётся, Демона ещё цепляет булыжника, это минус Демон, там Статик штормом закрыли уже, Сэм Аш, Сэм Аш упал, и Тир 2 Тавер должен пропадать, так же, как и пропадает АИГС сейчас у Лейклза. Ку-ку, нахуй, ку-ку здесь не жилец. Минус 3 в исполнении команды Сигнатур, по всей карте, по сути, открываем графики, преимущество по деньгам. Ну, не сильно, но преумножилось, падает Тир 2 Тавер, предпоследний внешний Тавер команды Тенсии, и вот, о каких эскейпах можно говорить, да? Тут вот 700 голды, 600, можно уже сказать, по-прежнему остаётся, темп ларки до покупки Дезолятора, падает Тир 3 Тавер, его в сервер заливают, но это бесполезно, потому что им всем вообще на это плевать, упадёт Тавер в любом случае, а его идет Лейклз, ну, возможно, за Денайт, не знаю, что сейчас этот Тавер, ребят, с командой Тенсии. И грамотное решение Сигнатур, отойти сейчас, потому что там появился СМАш уже с Ревагой, через 5 секунд появляется ещё и Темплар Ассайсин, ну, вот, у Тавера там осталось 82 КП, как бы, да, вот так, случайно, 82 КП, ты просто зайдёшь в следующий заход, ты ему дашь один, максимум, два удара, если это там будет быть какой-то Дисраптор, да, Бумбилдас два удара, и в итоге Тавер упадёт. А вот Рейвен, я же он себе купил уже, да, понятное дело, что он будет выходить в Манта Стайл сейчас, и Смоук Ганг в исполнении команды ТНС, и там, опять, Смоук должен быть ещё и Сигнатур, потому что купил его уже себе Дисраптор, ликит он ему, поинт Бустер уже у Дисраптора, когда... Ой, так, Демон, Демон, Демон впереди, Демон будет выходить сейчас на Лейклз, Лейклз что-то чувствует, должен уходить отсюда, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо, да Лейклз запрыгивает, Мелд по Лейклзу, Лейклз пока живёт, здесь летает уже Джабс, Статик Шторм, просто отличный от Дисраптора, нужно убивать этого Демака очень быстро, Буррисик залетает ещё в него, Рейвен, Рейвен пока живёт, но Рейвен, Рейвен после блинка его обратно, Климсует, отличная шестянка, отличная штянка, штянка, стяжка в исполнении, Дарк Сироп, минус 2, уже есть, минус Дисраптора, минус Тайт Хантер, цепляет ещё и Айо, Айо должен там тоже погибать без каких-либо проблем, за Демоном погоня сейчас от Лейклз, за Демон тоже должен здесь погибать, свапается Демон, но это ему не поможет, Трипл Килл в исполнении Майп Про, Ульта Килл в исполнении Майп Про, почти Тим Вайп, выжила только одна Темп Ларка, которую тоже, возможно, сейчас найдут, но нет, её не найдут, она спряталась вообще не в том месте, где её будут ожидать сигнатур, но есть минус 4, ватфайтрекап, поехали, поехали бить кабинеты вот этим штуком, вот этим зданием, да, 82 хп, ну тут 1200-1500, я не думаю, что это будет большая проблема, Оракл купил себе книжку, Оракла, 9 уровень, на секундочку, чтобы вы понимали, тут уже 11 и 10, вообще 11, да, Блинкдайкер, кстати, есть у Йорр Спирита, Блинкдайкер есть у Троля, ну здесь Агними нужен, правильно, да, у Траксира пока есть тоже Блинкдайкер, но там Бутстоун, 17 зарядов у Бутстоуна, попадёт ли Барак, да, падает Барак, Равага, от Тайдухи, вообще просто ни в кого, в одного только Волка, и нужно, нужно просто бить, нужно просто, почему, почему не подраться, потому что убили Троля, ладно, хорошо, всё, я молчу, Пишут, что пик очень хороший в лоите от ТНС, я полностью согласен с вами, друзья, но проблема в том, что до этого лоита можно просто не докинуть, тембларка, изолятором уже, сейф ТП, Буловичник залетает, Сэма, Сэма нужно убить за это время, Майпро даёт его рассказ, очень мало КП, но глимсует, дальше бить Сэма, не закрыли, не закрыли, срывает ещё его, эйё, пытается там надымажить Майпро, непонятно, куда летит Майпро сейчас, Буловичник залетает, ещё один отличный по Сэму, но Сэм там очень-очень долго живёт, а ладно, неужели он там выживет, ку-ку? Не выживает, год лайк, господин Майпро, Аба живёт, прыгает сюда, Джабс, но здесь Рэйвен, Рэйвен пытался убить сейчас Абу, но у них это получится, да, но с ультимейта он его просто не лопнул, Сэм, Сэм ещё живёт, он проживает стики, сколько будет Сэм жить в этой драке, я не знаю, Лейклз прыгает на Сэма, минус Сэм, минус 2 уже от команды Сигнатур, минус 2 также от команды ТНС, в итоге размен 2 в 2, а вот Рэйв делает всё правильно, он пошёл дальше фармить, почему нет? Рецепт из Таманта Стайл, 500 голодов для покупки Альтимейт Арба, неужели Лейклз пойдёт? Не, Лейклз не пойдёт, Лейклз просто пойдёт убить терпотавр на ботом-лейне, последний внешний тавр команды ТНС, всё правильно, 2 в 2 размен, 3 в 2 денег получили, сейчас снимётся команда Сигнатур, хорошо, вот нужно, нужно, да, ТНС нужно затянуть, нужно дождаться этого антимага, когда антимаг уже будет вырезать непосредственно сурки очень много, да, и вырезать ману Тимберсоу, Тимберсоу будет отлетать с ультимейта, и всё будет печально уже команде Сигнатур, но до этого Лейта нельзя дать Сигнатурам, затащить сейчас, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, тут вот такой прикольный артефакт появился, тем временем у Троля, давайте вообще, в принципе, пройдёмся по всем артефактам, урна Транквилы есть у Венши, Фоллспидит, Тавайн Лэнс, Линза у Оракла, Темпларка, Дайдаус, должен быть скоро, но это Дезолятор, конечно же, Сэм, по-прежнему без Блиндагера, остаётся у него 1000 голды для того, чтобы его купить, здесь уже Манта Стайл, 600 голды, 500 голды сверху, извините, Тимберсоу, 19 зарядов, ультимейт орд, но Тимберсоу сейчас пока вообще никак не убиваемый, ему Аганим купить на самом деле, но пока он не решает это сделать, Аганим, вот через 1350 появится у Дисраптора, и это будет просто ГГВП для команды Тинси, хотя, ну, не знаю, может быть, как-то размансуют эту всю штуку, опять-таки, нужно дать грамотный ультимейт для того, чтобы он ничего не дал провязать твоим оппонентам. Здесь Даггер, Плэйт Мэйл, будет Шеванс Гвард покупать себе Даракси, есть у него Грейв Сьюжу, у Дараксира здесь просто всё отлично, Эрл Спирит, Даггер, Пойнт Бустер, мы с Ваганим, Тролина, видели, Маскади, вот, кстати, не стал играть Дитяшу, Кси, возможно, купить сейчас Монта Стайл, тоже, кстати, хороший вариант для Пуша, довольно-таки очень приемлемый. И Смоук, выход от команды Сигнатура. Здесь по вражески для них лесах, в своих лесах, находится Тинси вдвоём, Оракл, Эйо вместе с Куку. А, нет, они заходят просто на Рошана, просто заходят сейчас на Рошана, ловят хороший тайминг. Оракл, находят Майпро, секреты уже сюда команды Тинси, есть ли Блингдаггер, Блингдаггера ещё нет, 200 голды не хватает, туда прыгают уже Майпро, Эйо, должны разрывать очень быстро, но Эйо пока себя соевает, понятное дело, что он лопнет, он должен лопать здесь, отпускают Эйо, серьёзно, да ладно, Эйо, нет, Эйо всё-таки погиб, всё-всё-всё, Эйо лопнул, вопросов ноль. 8-21 счёт, Fight Recap, вот, ну, да, больно-больно-больно, Тролль принимается за убийство Рошана, дальше, Майпро здесь гуляет, Демон его найдёт, Демон должен давать ему уже сват, должен давать стан, ловят, ловят Майпро, Булыжник неплохой под моим, о-хо-хо, последнюю секунду, Антимайка ломят на Булыжнику, в итоге он не даёт ультимейт, Кимберсон, Кимберсон там выживает, а Троллина должен делать грязь. Ой, как же больно, как же больно Джабсу, как же больно Джабсу. У Рошана половина хп ещё. Вот, 100 голды, 100 голды Тайтхантеру не хватает, и Сэм не может сейчас зайти просто вот так вот на БК, на Рошана, так же боится всё, всё эту грязь сделать, и Тролль. А Оракл, тем временем, этот фраг, это численное преимущество, которое было у Сигнатур, уже возродился, и он движется в сторону Рошана. Если ТНС сейчас выиграет драку на Рошане, у них есть все шансы победить в этой встрече. Ну, у них и так есть шансы, ну вот, так, Демон. Демон Рэйв, Рэйвен и Сэм находятся под смоками. Найдут Майпро, да, есть Майпро, будет по нему встать, блин, это дело Майпро просто в секунду сгрызает, сейчас антимаг. Как же быстро закончится Тимберсоу. И нужно идти убить Рошана, нужно идти ТНС, убить Рошана, Тайтхантер покупает себе Блиндайгер, всё отлично, летит ему... А, он не летит, он здесь купил боковой. Просто без шансов, сейчас будет драка для команды Сигнатур. Байбэк от Тайтхан... Это не байбэк, это просто... Просто такая штука, как Блудстоун, Ку-Ку находится в хорошей позиции, Ку-Ку прыгает уже оттуда. Хорошо. Нет Маны, у Ку-Ку единственная проблема, Ку-Ку летит домой для того, чтобы заресторить Ману. Рошана живёт очень долго, Лейклз в очередной раз заходит на этого Рошана, его в террор, его парочекали, понимая тролль, что нужно уходить. Просто нужно варить отсюда. Короче, больно, 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 там Рошан не стоит, все будут очень долго. Это была только иллюзия. Рано и начинают нервничать, очень рано начинают нервничать. Ультимейт тролля, быстро заканчивается Рошан. Сэм успеет ли прыгнуть туда, Сэм не успевает прыгать туда, потому что Сэм находится очень далеко. Возвращает сейчас Эйо. Эйо должен здесь погибать, запад демона, демон пока живёт. Но демон тоже здесь должен погибнуть. Булыжник залетает, минус демон. Рейвен. Погоня за Эйо. Эйо. Ну, он отхилился, но вряд ли им это поможет. Да, прыгают ребята, там все на дайгерах, ты от них никак не уйдёшь. Минус два. Минус Рошан в исполнении Сигнатур. Вроде всё так неплохо было у ТНС. Нормально они растягивали, так сушили, можно сказать, команду Сигнатур. Есть такое слово в футболе. Когда ты их просто растягиваешь, пасуешься, играешь в пас. В одно касание. Сушили команду, растягивали их. Боялся очень долго заходить в Лейклз на Рошана. Но в итоге зашли и убили. И теперь уже очень крутое преимущество есть у команды Сигнатуры. Это 7 тысяч, по сути, по деньгам, по экспириенсу 0. Но здесь речь уже не о деньгах, а здесь речь в артефактах. Потому что вот у этого товарища вот такие вот артефакты. Летят ему ещё и Манта Стайл. А Манта Стайл это грязь. Здесь Драгон Ленд себе купил от Эмпларка, кстати. Башер у Антимака. Но Антимак уже на самом деле силён. Антимак может носить ГПС, Антимак будет сплитпушить. Сейчас, если у него ТП домой, если что, если будет заход сейчас на рампу, то Антимак может наделать там рвание. Единственная проблема, чтобы его не закрыли, кстати, Шторм. Когда его закрывали, кстати, Шторм, Антимаку просто ГВП. Там он уже, кстати, Аганим. Аганиму не хватает ещё порядка 600 монет сейчас у Бумбела. Так, свап. Неплохой, по-моему, про Антимакс. И восьмидотой раз. Отличный рэвидж от Найт Хаттера. Дальше бить Бумбела. Бумбел, слишком мало КП. Стенка стяжных, взять стадик, шторм. Что творят эти ребята с командой сигнатурно? Дэмэдж это не хватает. Некому бить, потому что тролль просто где-то месит товара. Рэйвен развалит уже третьего игрока. Рэйвен уходит за Сэмом. Лейклз до конца. Сэм живёт. Сэм пока живёт. Проходит он через стенку. Ку-ку. Дорсен, Смелда, бить Лейклза. Нужно убить Лейклза там. Там уже Майпро прилетает на травелах. Он появился очень быстро, потому что у него есть блудстолл, минус трюс, под никого это сигнатур. Размен 3 в 3 получился. 5-3 кап на наших экранах. И бьют 3-3 тавер на ботом лейне. Сейчас, ребят, с командой сигнатур. Нужно бить бараки. Нужно просто бить бараки. Прыгает Рэйвен. Монтостайл. Очередной раз. Но здесь Рэйвена уже словили. Просто балужник, и Рэйвен погиб очень быстро. Ку-ку стоит в молде. Но Ку-ку здесь не боец. Ку-ку вообще здесь не боец. Байбэк от антимага. Байбэк от Найтхантера. Но это не очень полезно от Найтхантера. Ку-ку. Ну, хоть на Ку-ку. Лейклз бьёт. Его нужно убивать Лейклза. Но у Лейклза должен быть Аегис. Да, у Лейклза это только Аегис. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творят сигнатуры? Сэм должен погибать. На Форсаве его вытягивают. Тимберчейн от Майпро. Майпро до конца за Сэмом. Сэм пока живёт. Там его сливает. Эй-ой-ой. Свап от Демона. Демона тоже живёт. По Лейклзу Стан неплохо. Рэйвен должен его там убивать. А там он доставил ещё от Лейклза. Лейклза слишком много. Демона уже получает. Это минус Лейклз. Дальше он должен идти. Дальше должен идти Рэйвен. Рэйвен. Ультимейт есть. Но не достает. Просто не достает рэнджа. Бараки сохранили. Но упал второй барак в мидлейне. Что происходит на этой карте, друзья? 13.27 счёт. Тристатора минуты. Откроем графики после этой... После этих баталий, даже можно так сказать. Но, в принципе, графики не сильно изменились. Чуть больше там упали в сторону Сигнатур. Но ТНС дефают. ТНС дефают неплохо. И была очень большая ошибка от Сигнатур, когда тролль здесь стоял и просто бил тавр. Когда здесь растягивали всю его команду. Просто стояла бил тавр. Бараки они не убили. Это плохо. Они пошли дальше. Они пошли вот сюда. Убили Курьера. Вот так. Убили Курьера. Они пошли дальше. Они пошли вот сюда. Да, вот. Типа под фонтан. Там кого-то месить. Тролля убили здесь. Непонятно, почему вообще под двумя тир-4 таврами. Вообще не могу понять этого, зачем он это сделал. Ага не появляется тем временем ещё у Дисраптора. Вот. И здесь тролль, когда он мог помогать своей команде, когда он там должен был носить ДПС, он убил тир-3 тавр. Да, тавра нет. Это круто. Ну, они ничего сильного не потеряли. Но если бы они там развалили очень быстро лица команде ТНС, они бы убили ещё Бараки. Но это, типа, момент времени. Рэйвен тратил деньги на байбэк. Откроем ситуацию по байбэке. Кто там тратил байбэки? Байбэкался Тайтхантер, байбэкался Рэйвен и всё. Ну, у Рэйвена, помимо этого, 2 900 уже сверху. То есть, представьте, да, то есть, он байбэкался плюс 2 900. Три уже, тысячи сверху. Нужно ему покупать сейчас Баттерфляй. Нужно покупать Баттерфляй этому товарищу, либо Абиссал. Абиссал тоже неплохо зайдёт, если он там будет успевать за этот Абиссал убивать тролля какого-то, либо Тимберсова. Но Тимберсова при грамотном контроле они убивают. Убивают через антимага. Антимаг ему быстро вылезает там. Ну, и без монобрейка. В принципе, деможи там достаточно, чтобы стереть. Ну, вот нужно выключать ещё как-то вот этого героя, который бегает, который Иоспирит, который булыжниками контролит всё. И нужно как-то выйдить от тролля. Потому что баши от тролля это вообще рванит, а забей. Смог, выход, вчетвером двигаются. Сигнатур, не юзается скан, никого здесь они не видят. Ну, вот видят копии антимага. Копии не палят. Вот выход на Ай-Йоу. Ай-Йоу, прощай, иди домой. Просто говорят сейчас ребята. Ай-Йоу уже упал. Демон понимает, что дело пахнет жареным. Нужно уходить на тэп-ауте. Форста фейца в лес и уходит с тэп-аута. Как-то так. Ну, и сейчас можно заходить на хайграунд. На хайграунд по топе. По топу. Забирать тир-тир-тавер там. Рейвен. Там что-то пытался подраться сейчас с Лейклзом. Ну, Лейклзу как-то на это вообще. Будет он варить себе либо Алибарду, либо Баттерфляй. Одно из двух. А Антимаг покупает себе Блэккенбар. Тоже, кстати, неплохое решение. Почему бы и не купить? Почему бы и не купить такую себе штуку? Хорошо, поехали дальше. Аганим у Эрспирита. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как же больно. Как же сейчас больно будет команде ТНС. Тимбер купил себе ультимайтор. Это, в принципе, должен быть выход какой-то еще хекс дополнительный, да? Там вообще будет грязь. Темпларка. Что купил себе Темпларка после Драгон Лэнз и купил себе Блэккенбар. Два БКБ есть. Тимон с Форстапом, с Клуакой. Эй-ой-ой. Эй-ой-ой. Линза Вайэндлэс. Ну, ее ничего не появляется. Понятное дело, новое. Покупать себе всякие Варды и прочую рвань. Тайтхантер с Даггером, с Мега. Ну, нужно Грейвсы, наверное, прогрейдить. У меня есть такое мнение. Об этом есть смысл. Ну, по Детворцу Рейвен вырывается уже вперед. Там буквально на тысячу голды. Таралину он уже переформил. Хорошо. Ну, как я понимаю, ребята собираются ждать очередного Рошана. В принципе, правильно. В принципе, правильно, что со стороны Сигнатур, потому что вот они зашли, зашли один раз, они убили только один Барак, их там нормально так побили. А второй раз они заходили, они убили только Тир-3 Тавр. И то там это был Аегис только, если не ошибаюсь, да? Аегис либо здесь выпадал где-то, ну, вот при заходе, ну, короче, при заходе на одну из сторон выпадал Аегис. Здесь смоук-выход ответный сейчас будет от Ти-Инси, ответный на вот этот выход, если что. И вот могут они кого-то найти, ку-ку, идет до конца, найдет Майпро, прыгает его с Малдом, там Бэкенбар, Бэкенбар против свапа, не помогает Майпро, очень быстро заканчивается, 40 секунд. Он будет возрождаться. Хорошо. Вот. Вы убили Тимберсову. Отлично. Отойти, да? Ну, если бы они словили тайминг, ну, денег не там нормально, с него спросили, полторы тысячи по Нетворсу. Если бы они словили тайминг Порошану, вот, да, сейчас и после убийства Тимберсова, если бы они вот сейчас его убили, там, да, вот они сейчас его убили, через 10 секунд появился Рошан. И вот такой вот эскейп, это было бы очень круто, да? Но так как Кроншан появится только через 3 минуты, и все 3 минуты нам вместе с вами, друзья, придется ждать этого Камнеголового, вместе с командами ждать придется этого Камнеголового, то, как бы, еще один Смоук. Но этот Смоук должен быть сейчас на Рошана. Как бы сейчас Бумбилл, да, Бумбилл здесь подстрял, подстрял, причем очень сильно, и очень быстро закончился Бумбилл. 47 секунд его не будет, не будет стоять к Штормаму, можно как-то поагрессивничать, можно пойти кого-то где-то убить, либо же пойти Мидл убить. Тир 2 Тавр. Нормально они где-нибудь, они еще 600 голды, плюс получили в свой Нетворс. Ну, в общей, в общей, в общей графиковой. Тинси. Демон, со свап. Могут? Опять-таки, на этого. Майпро сейчас выйти, ребята, Хеван здесь, Рейван, Азьев, стан по Лейкл, Зуррэмаге, хороший, но там Блэккенбар, стенка стяжка, Демон очень сильно проседает, также Сэм. Рейван пытается драться, пытается драться, сейчас под Блэккенбаром, убили никого. Убили просто никого, провязали, слишком много ультимейтов, Ку-Ку прыгает на Майпро, Майпро много демажа, но здесь уже Лейкес, Лейкес просто стирает сейчас, Ку-Ку. Рейван попадает под Баши, сайвает его неплохо, Эй-Йоу, Ку-Ку уходит в инвиз, но под Блэккенбаром Баши все равно работает, Даблкил в исполнении Лейкелза, минус 3 уже в исполнении команды Сигнатур, ловят еще Эй-Йо, Булыжников, это минус Эй-Йо, триплкил в исполнении Лейкелза. Ого! Вот это грязь. Минус 4. Вот все то, что зарабатывали там одиночными фрагами ребята с команды ТНС, все это отыграли только что Сигнатур. И полторы минуты остается до появления Рошана, Рошана до сих пор нет. Ну, будет времени для того, чтобы заресториться сейчас, прийти на этого Рошана и там подраться. Но у меня появляется сомнение, что у них не будет шансов, потому что бараки внизу уже падают. Два байбека последовали уже. Антимаг есть. Антимаг жив. Главное, что антимаг в этой драке выжил. Падает второй барак, прожимается клип фортификации. Но вот они не догоняют тролля. И как они будут дальше драться под два байбека? Ой-ой-ой-ой-ой, там Пларка байбекается. Там Пларка байбекается, им нужно драться здесь, им нужно выигрывать драку после этих байбеков. В любом случае, прыгается сейчас на Лейклза. Рейвен, ничего не можно сделать, только стяжка! О-о-о-о! Под статик шторм ловят Рейвена. Туда еще и прыгает. И Джабс свапывает Рейвена. Рейвен пока живет под бэкенбаром, он бегает. Эрспирит убивает в Джиполспирит. Тролль. Ну, там грязь просто нереальная. Мега килл уже в исполнении Лейклза. Дальше за Рейвеном. Лейклз пытается жить. Рейвен, у него это получается. Он уходит с бэкенбара. Тролль. У тролля остается 100 хп. Вот это провал. Вот это провал, друзья. Дальше покойник за Майпро. У Майпро тоже остается 300 хп. Все просто на моделях отсюда уходят, но у них это получается. У них получается уйти хороший. О, просто отличный глимс. О-о-о! Вот это да! Вот это исполняют, ребята. Ну, вот сейчас шансов уже нет. Байбек от антимага там был, да, но... Но без шансов. Зайдут просто, убьют сейчас в третью сторону. Будут какие-то крипы. Я бы на них вместе просто шел Билл Бараки. Одинокий Рейвен там гуляет. В принципе, я могу поздравить уже команду Сигнатур с победой в этой карте. Молодцы, красавцы, что еще скажешь. Да, ГГ пишет. Где вам? Большие плюсики Сигнатур. Отыграли. Очень хорошо. Ну, ТНС начинали тоже довольно-таки неплохо. Стадию Ленинга не собирали. Ну, вот приемлемо, да? Антимага, ну, вот, мне кажется, одна из остальных ошибок это антимаг. Да, он потом уже начал раздавать, но... Как бы, есть и два героя, которые могут, да, вот там... Нет, не один антимаг, который там нужно было засчитать 40-50 минут, чтобы он выформился. Там еще Темпларка была. Но Темпларку нормально в миде заглобили. То есть Темпларка там ничего с мидлейна не вынесла и в итоге... Видим то, что есть, да? Ну, что ж, нас ждет еще один последний матч на сегодня. СИА квалификации, друзья. Напомним, что общаемся мы по хэштегу в Твиттере и ВКонтакте СЛТВ. Пишите в наши Твиттера. Я фоллов слон. Пишите свои отзывы, пожелания, что так, что не так. Буду очень рад вашему мнению, друзья. Спасибо. Ну и мы уходим на рекламно-музыкальную паузу. Вернемся в течение 10 минут к вам со следующей игрой, которая у нас будет в ВГ Юнити против Тайринга. Тайринги. Тайринги, которые проиграли Фнатиком. Ну, Тайрингов там вообще все печально. И нужно им набирать, набирать очков хотя бы, чтобы выйти там с пятого места какого-то. Ладно, друзья, не буду долго тянуть какими-то зумными речами. Ухожу на рекламную паузу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЕГейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. ЕГБ.ком. Ты точно знаешь, кто победит.